Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что вот миссии 400 Вроде как можно бегать и так далее Там подобное, вроде бы все неплохо Да, но вот я собрал фрейну И вроде как какой-то опять же чуть-чуть позитивный Момент Произошел, да, я люблю чуть-чуть фармировать Сгриндить и так далее, ну и опять же Люди играют там на ради этого, вроде чего еще Можно играть в гриннилку, правильно же Вот, и я люблю чем еще заниматься Я люблю минмакс что-то, я не то чтобы прям Действительно заминмаксиваюсь в каких-то играх Там на посинение Да, потому что, ну, во многих играх Потолок настолько муторно Достижимый, что я просто не хочу тратить на это Там сотни часов Мне это не принципиально, я занимаюсь минмаксом Не для того, чтобы там кого-то впечатлить Да, и стать кумиром часовые дауны О которых мы конечно же сегодня поговорим Я это не занимаюсь просто потому, что мне нравится И доставляет удовольствие, да Вот, приводить Чтобы все работало, да Выкручивать Как-нибудь так потенциал того, что Игра предлагает И вот хотелось мне опять же заминмаксить фрейну Да, то есть, ну, вроде как прикольно Персонаж здоровский И тут бывает так Да, то самое, о чем я рассказывал в прошлом Да, что, блин, ну, это полнейшая жесть А после этого ты понимаешь, что, блин, если ты хочешь пересесть на другого персонажа То минмакситься придется опять супергеморройно И, опять же, почему Эйдсу? Я вот пытаюсь, ребят, получить как-то удовольствие от игры Но вот оно вот никак не получается это сделать Ввиду абсолютно конской монетизации Да, и непередаваемой жадности разработчикам И тут, конечно, можно сколько угодно кричать о том, что А, ты хочешь все и бесплатно? Но вообще ни разу нигде я такого не говорил Да, но какие-то адекватные рамки должны быть И приписывать мне того, что я не говорил, чего я не подразумевал нигде никогда Не надо, да Но в комментариях обожают придумывать какого-то мифического автора Приписывать ему какую-то шезеническую тупость Эквивалентную своей тупости Только со знаком, с обратным знаком И героически ее оспаривать Это вот людей хлеба не кормить Дай вот такой хернёй позаниматься Вот, поэтому чё-то от меня только не приписывают Но я нигде никогда не говорил, что я хочу, чтобы все бесплатно было Но вот в Warframe почему-то разработчики понимают, как работает экономика И как можно сделать так, чтобы игроки могли игровым путем зарабатывать практически все, что есть в игре Не сочетая некоторого визуала Ну, опять же, из-за того, что он из Steam-мастерской добавляется А все остальное покупается И что-то как-то они не разорились Наверное, они тоже, они, наверное, дурачки совсем Да, и не знают, как деньги зарабатывать Но тут уже 11 лет, они в топ-6 Steam'а находятся Да, ни одна... Это, скажем так, блин Многие игры позавидовали бы такой стабильности и такому онлайну Даже если они, конечно, не конкурируют с какой-нибудь Dota, Counter-Strike и еще чем-то Тем не менее, показывают очень хорошие результаты Диссиденту о таких показателях только мечтают А сейчас онлайн-диссидента Хоть он и поднялся благодаря шлюху скину на Warframe Но снова снизился и составляет сейчас четверть от Warframe'а Да, я с каждым роликом, блин, называю все меньше и меньше сношения Худшее сношение в пользу Dissident Действительно, онлайн с Warframe'ом Но Warframe, конечно же, вы что, это прям полнейшая шняга А Dissident — лучшая игра на свете Иначе никак Вот, что еще, кстати, хотел сказать Что-то хотел сказать, но тебе сейчас, в общем-то, вспомню А, да, комментарий был забавный Что, типа, Серега, да, те люди, которые тебе рассказывали под первым роликом Что игра лучшая на свете Они уже, наверное, ее забросили Ты оказался гораздо более верным фанатом, чем настоящие фанаты игры Вот, это, на самом деле, меня что-то так посмешило Потому что, конечно, оно так и есть Ввиду того, что люди играют очень мало в эту игру Судя по всему, потому что вот каких-то пропрокаченных челиксов Тут раз, два, я рчелся Куда не пойди, видишь каких-то совсем, вот, никакучих ребят Не зафармленных и не собранных Вот, ну, в общем, вы поняли, что я, по-моему, снести, собственно, предыдущим роликом, да То, что, вот, и, собственно, из чего он и вырос По большей части Точнее, там, что-то вот из того, что я там рассказывал Весь ролик Что, блин, я пытаюсь, как-то получить удовольствие Но, вроде бы, вроде бы что-то нормальное наклевывается И тут хряс, и опять натолкаешься на те же самые палки Да, куда не повернись, везде какая-то дрестанина Не зря, игра называется зафюс дрестен Ладно Закончим с байтами дешевыми И перейдем к рубрике Плецкий цирк из комментариев Мои любимые, ваши, не знаю как Но, вашего мнения тут и не спрашивают Ну, в том плане, что вы повлиять на мое поведение никак не можете В этом плане Погнали Вот это прямо очень балдежный комментарий Правда, он исчез Я едва я фактически успел его заскриншотить Не знаю, по каким причинам автор его удалил Вот, в общем-то Здесь своя мякотная формулировка Не понимая, почему игроков Far Frame и Destiny Бзик на эту тему Может хватит сравнивать разные игры Ну, действительно, игры совершенно разные Ничем не похожи Одна играет в футбольный симулятор А другие гонки Ничем не похожи между собой, ребят Игры, действительно Вот схожести никаких не могу найти Сижу, вот Ноль схожеств Прям вообще ни одной Да, это Кошмар какой-то Но здесь, конечно, мякотка не в этом Не в том, что Опоминаются разные игры И типа Не нравится, не играй На Доп-канале, кстати Благодаря подписчикам Boost Но снят ролик Если что Он последний или предпоследний На Доп-канале Как раз-таки Разбирается, разжевывается Подробно Фраза Не нравится, не играй Почему Вы можете иметь 146% на М2 Гарантию Если человек использует Формулировку Это Дебил Дегенератович Вообще Вот 100% Вообще Безнадежный Да, то есть Можете даже не вступать С ним в диалог Это Просто Это просто Генератор шума Не более Вот Поэтому я Разжевывать это не буду Благо Теперь я могу на этот ролик Ссылаться Вот Но мне нравится Здесь другое Вот эта вот Формулировка Не понимая Почему игроков Бзик На сравнивании Да И все это Нам не нравится А ответ Очень простой На самом деле На этот вопрос Потому что Блин Когда у тебя есть Возможность сравнить С чем-то Что лучше Ну или вообще Просто две вещи Ну да Ты можешь понять Что хорошо Что плохо Что работает Что не работает И Ну Скажем так Познав хорошее Довольствоваться Посредственностью Очень проблематично Да То есть Если вы уже Покушали вкусно В ресторане Вас приглашают Отобедать Отужинать У мусорных бочков То В восторг вы не придете Да Но если вы Кроме как У мусорных бочков Не питались То возможно И там У вас Иной раз Вы можете найти Что-то Такое Что пальчики Оближешь Вы посчитаете Даже если вы Эти пальчики Не мыли В общем-то С рождения Да Поэтому да Сравнение Как раз таки И приводит К тому Что люди Недовольны Ввиду того Что какой хрен Вообще По моему В общем-то По моему Вижену И как должно быть В идеальном мире Игры должны Совершенствоваться Ну как вообще Все что Творят люди Правильно Если мы говорим О технике Это нормально Ждать что Более новая техника Лучше Чем предыдущая Не считая конечно Последнего айфона Он не лучше Но в целом Да То есть Ты ждешь Новое поколение Видеокарт Будет ну Продвинутее Чем предыдущая Правильно Это нормальная Абсолют Ожидание Так и от игры На самом деле Ожидание Тоже впало себе Естественное Ждать что Ну раз игра Выходит на основе Так скажем Игры десятилетней давности Она должна Обратить концепцию И как-то Переосмыслять Выдавать ее В современном Какое-то Видение И в каких-то Опять же Улучшенных решениях Правильно Правильно Но Я уже это говорил Ничего улучшенного Здесь нету Здесь есть только ухудшенные Причем Живоуместные В игре нет Куда нет И везде Какая-то Тристанина Везде все Как там Только хуже Как там Только не работает Как там Только зачем-то Насрали Я это Не буду все Пересказывать Извините меня Но у меня Под диссидент Уже не один Даже не два Ролика Там уже По-моему Больше Десяти часов Суммарно Моих Размусоливаний На тему Вообще всего Что только можно Есть Есть в игре Что есть И ничего нет Да Поэтому я Пересказывать Это не собираюсь Смотрите ролик Не хотите Ну тогда И комментарии Пишите Вот Потому что Это все Скорее всего Уже было разжевано Вы не абсолютно Не оригинал Вот Так что Само Что человек Не понимает Что это Не бзик Никакой А вполне себе Естественная Здоровая Вообще Реакция Людей Которые Кормят Какую-то Посредственность Да И не предлагают Ничего в корне Лучше Чем То что уже Было Да Но Это к сожалению Следствие того Что мы живем Далеко не в идеальном И если В рамках техники Там достаточно легко И просто Поняться Лучше она или нет Да Ну там есть Просто Сферические попугаи Которые видеокарта Выдает И ценник И по сути дела Ты Вот у тебя есть Простое сопоставление Попугаи за деньги Да И если Новое поколение Почему-то дает Меньше попугаев За те же деньги Ну Какого хрена Да Тут как бы Каждый дебил Аутистович Понимает Что где-то наебка То К сожалению В рамках культурных Каких-то Творений Здесь Можно Просто Пересказываться И переделывать То что уже было сделано Просто Меняя Скины Так скажем Да В общем-то Продавайте Тише яйца Только в профиле И даже В конечном счете Может быть Не важно Что То что вы сделали Просто хуже Того Чего вы копировали Потому что Потому что Да Потому что Люди Идиоты Давайте на этом Тоже закончим Потому что Тема ему солилась Миллиарды раз На этой площади Существует Какой-нибудь Литр ПГ Например Да Который просто Дристанина Зашкаливающая Вот Просто невозможная По факту Является Просто Более всратой Графоманской Версией Обычного Фэнтези Да Где просто Пересказывают Обычный Ну Хороший жанр Хорошие книги Дерьмовые авторы Пересказывают В плохой форме Добавляют Каждые 5 минут Плюс один уровень И Дебилу приходят С этого восторг Литейшие И предпочитают Почему-то это говно Вместо хорошей литературы Большой вопрос Конечно Почему Но Ответ у меня есть Я можете Об этом не рассказывать Так Просто для примера Короче Забавно Чел Но Вот Тут посоветовать Можно было Только развиваться Потому что Ну Нравится не играя Само со себя Да Так бы Может быть Был чуть более развит И понимал бы Почему люди Не довольны Вот Вот этот чел Меня еще больше Повеселил И порадовал Вот Смотрите Чел Не поленился Зашел В Нашел Мой профиль В Варфреме Вот 12 лет назад Вот Мой профиль Созан Представляете Таймплейт 820 часов МР29 Вот И Челверт Фиксируем Твои 1300 часов Ой А почему 800 Как говорится Фиксируем Твои 30 МР Наверное Это сильное Достижение До которого Ты так и не дошел Боже Настолько Слабое существо Которое Пытается Показаться Гением Всех игр Надо еще Поискать У инфестов Нет дальников Все они бегут в упор Верим в чушь Что ты говоришь Дальше мне просто Лень слушать Было Такого неофита Ну что ж Давайте разберемся Во всем по порядку Да Ну тут претензии Прямо по существу Во первых Давайте покажу Steam Вот что мне показывает Steam 1309 часов Последний запуск 29 мая Или какого там 20 мая Так что уже Полтора года прошло На самом деле С тех пор Я в прошлый раз играл Вот Почему игра считает Онлайн каким-то Другим способом Я не знаю Могу лишь предположить Что считается Время проведенное На миссии Например Онлайн В финалах У меня тоже В игре показывается Другое Видимо опять же Считается онлайн Лишь в матчах Вот Онлайн Самим Steam У меня показывается Больше чем в игре Если я что-то Найду тут финала Вот Например Steam мне показывает У меня уже 560 часов В игре А В самой игре Там за эти менюшки Он показывает Чуть ли не на сотку Меньше Ну поменьше Так что это единственное Могу я Найти объяснение Почему Часы отличаются Но суть На самом деле Абсолютно не в этом А в том Что если человек Такой продвинутый И прохаванный То он должен Понимать Прекрасно Что Часы показанные В игре И в Steam Это разные часы И Соответственно Просто у него Не должно родиться Была такая претензия Да А здесь же Человек включил Дебилы Дегенератович И решил Проигнорировать Данный факт И либо Он совсем клоун И даже не понимает Что это разные цифры Да В Steam И в игре Либо намеренно Это умолчал Чтобы претензия Более весомо звучала Правильно Правильно Во вторых Ну ладно Давайте закончим Дальше с МРом МР у меня действительно Двадцать девятый Реальный Но Психологически Тридцатка У меня есть Об этом ролик Последний ролик В Warframe Там все Есть Разжеванное И я не буду На это все Ссылаться И пересказывать Вот Если совсем просто Ну я мог бы еще Проследить в игре Где-то часов 20 И добить тридцатку Но просто зачем Непонятно Потому что Мне от этой цифры Ни жарко Ни холодно Я не делал ее Как челлендж какой-то И так далее Я играл пока Мне нравилось Я выбил много чего И много чего Я выбивал Что мог бы купить Да И за те же Там В гораздо меньшие сроки Выбить тот же там Тридцатый ранг А то и легендарный ранг Вот Но я не ставил целью Как можно быстрее достичь ранг У меня вообще не было Прям какой-то внятной целью Вот его достигать Ну то есть Это как повод Продолжать что-то делать еще Да То есть Я выбирал какие-то шмотки Шел и Выбивал Вот Пока мне нравилось В какой-то момент Мне это надоело Вот И я понял что все Ни при каких обстоятельствах Я больше в Warframe Не пойду С чем то что Полтора года назад Я и так уже не планировал играть Это меня Ну Квирус зазвал Вот Он там зашел Говорит Да блин Тут добавили эти там Мегаботов Вообще Крутяк Серега Ты должен это пощупать Говорит Вообще такой кайф В общем Затащил меня Хотя Я и так Всеми силами Пытался не идти в Warframe Потому что Я знаю что Там можно представить очень много И в итоге Не то чтобы прям Очень много удовольств Вот Но пока мы играли вместе Вроде как Опять же Пролетело не одна сотка часов Эти Полтора года назад Ну и без него Я тоже играл прилично Он Квирус в итоге забил Вот И Я такой Блин Ну в целом Сложные штуки я навыбивал Можно там Пойти вот Прямо сейчас Типа купить Какой-нибудь Прайм Которого мне не хватает Опять же Там вполне Не то чтобы Знаете Весь Прайм Там выкачать У меня даже куча Прайм Которого Вполне За копейки можно купить Не выкачать Есть Вот Можно это купить Потрать там 10-20-30 часов Взять 30 ранг И как бы Все Ну такой Лишние 30 часов что ли Есть Да То есть Одно дело Когда ты Чаще удовольствием От процесса Другое дело Сидеть Давиться И зачем-то Добивать эту цифру Абсолютно бессмысленно Это если очень кратко Да Вот Так что я ссылаюсь На 30 ранг Я это все рассказываю Вот Но здесь Забавно не это На самом деле Забавно То что Чел преподносит Свои Раскопки информации Как будто Знаете Я как принципиально Наебываю свою аудиторию Но При том что Опять же Я говорю Ролик А по моему ранге Есть Поэтому я ссылаюсь На тот ролик Вот То что вы его не смотрели Это не моя проблема Опять же Да Я же не могу пересказывать Все свои ролики Которые я за 11 лет снимал Точнее Больше чем 11 лет Уже 13 лет Я же не могу пересказывать Вот все И в каждом ролике Все уточнения И так далее Энциклобические справки Прикладываются Да И Блин Нотариально заверенные скриншоты Ну Это же абсурдно Так вот Бредовость здесь в том Что чел преподносит Вот это вот данные Как какой-то срыв покров И То что Я видимо не афит Но знаете Был бы прикол Если бы Я говорил что у меня там 1300 часов в варфрейме 30 ранг А по факту у меня там 10 часов и 5 ранг Или там 2 ранг Вот тут конечно да Было бы неудобненько Правильно Получалось что Ну вот Получается наебал Да Говорю что я там Мегапапка Все вкачал Все пощупал Все прошел А по факту Не пощупал Не прошел И вообще игры не видел Как мне про диссидент Рассказывают Вот Но видимо в диссиденте Есть какой-то просто Секретный контент Только для избранных Вот Которые там Нужно не знаю Может быть читы в консоль Вводить чтобы Расплакировать его Или еще что то Или может быть Вот только в максимальном ранге Он начинает отображаться Да То есть я считаю Что последний босс остался А там на самом деле Вот я возьму 25 ранг А там скажут Еще 500 боссов на самом деле А это только вот обучалка Была такая Для казуалов А игра то только дальше начинается Я и хрен его знаю Может быть там можно Не знаю 20 полярок вставить Потом опять же Каким-то способом Фреймов Да И там по 2 модуля в слот Чтобы запихивалось Ну я ж билды то не собрал Правильно Вот Если возвращаться к предыдущему ролику Вот Но суть в том что В Warframe я прошел И проходил весь контент Который там существует Вдоль и поперек Не было контента Который я по-моему не щупал Если я правильно понял Может конечно не был Но вроде бы нет Даже рейды Которые в итоге Выпилили уже давным-давно Но на 16 человек Я проходил И не один раз Причем это было на стримах Не знаю кстати Сохранились ли они на канале Или нет Возможно это были Одни из немногих стримов На ключе Но такое было Такое было Есть люди Которые могут это подтвердить Вот Так что упрекать меня В том что я Как-то плохо Мало играл Ну Warframe Вообще не получится Одна из тех игр Которые я вот Вдоль и поперек Сживал И самое забавное Да вот Что причем Про диссидента Что про Warframe Все эти люди Которые пытаются упрекнуть Меня в том что Я вот как-то игры не видел И не понял И ссылаются на то Что я всего лишь там Шесть форм вставил Или вместо двадцати Да Или еще что-то И ранг не тот скачал Почему-то забывают Минучно На самом деле Прокачка рангов Что в Warframe Что в диссиденте Проходит Абсолютно Однообразным образом Ты просто сидишь В одном и том же данже И это даже не челлендж И ничто Вот знаете Чисто вышить на почве Я это тоже по-моему Рассказывал В отдельном разговоре Про Warframe Да Что вот Наверное Самое никчемное Чем можно Чисто вышить Это рангам в Warframe Потому что Эта цифра Вообще ни о чем Не говорит Да То есть я понимаю Есть какой-то Компетитив игры Да Ну любая компетитив игра К любую подставить Да Где есть ранги И где-то там Вот именно Состязаешься С другими игроками И если ты там Взял Максимального Коему Челленджера То Ну наверное Ты что-то шаришь По игре Тоже на самом деле Не факт Вот А если ты сидишь В бронзе И вылезти не можешь Ну наверное Ты все-таки Прям вот Действительно не шаришь Ну тоже не факт Вот Ну в общем Вы понял Да При том что На самом деле Даже вот в таких Челленджевых играх Чисто вышить на почве Ранга Это тоже Максимально Конченое Говнище Которым занимаются Инцеллы Дебилы Школотроны И прочее Умалишенное Да Потому что Мы говорим Об играх И здесь Играет как он хочет В конечном счете Мы приходим В игру Получать удовольствие А не для того Чтобы мериться Пиписьками При том что Все эти достижения Не стоят Ровным счетом Ничего Да 29 ранг Или 30 Вообще Ни в коем Образе Не отличаются Лично для меня Сейчас Я его бы не игра Да хоть 50 Был бы там ранг Мне вообще люто насрать Как и Всем остальным Жителям Планеты Земля Которые не играли Никогда в Warframe А их 99 И почти 9 в периоде В пределах погрешности Да Если берем Аудиторию Warframe Вот Поэтому Чисто вылезает На почве То что ты Загриндил Какой-то там ранг Это вообще Максимально Конченное говнище Да Нужно говорить О каких-то Более адекватных вещах Конечно же Когда Ты идешь на пенсию И Челы вздыхают Потому что они не знают Механики И вообще пришли туда Непрокачанными Это одно А просто Говнить человека За то что он По твоим Представлениям Не задорочил 100 тысяч миллионов часов И не выкачал Какой-то ранг Это совсем другое Да Надо как бы Разделять эти вещи Вот Так что блин Это просто Такой цирк Как луна Чел не поленился Потратить время Чтобы просто Обосраться Понимаете Ну я не знаю Ладно Идем дальше Да И чел Рассказывает Какое там Слабое существо Ну вот мы видим Ребят Альфа и Омега Просто Альфа очень нереальна Девки к нему так и липнут Отбоя нет Там О боже Это не нужен мем Там где Тянка трусы снимает А ты точно взял Тридцатый Вот про этого Чела Дальше есть еще один Интересный момент Он цитирует меня Что Инфестов нет Дальников Все бегут в упор Верим в чут Что ты говоришь Дальше Слушаю Прикол в том Что это опять же К контексту Не имеет никакого отношения Мой посыл Да Я еще раз Вам дам контекст Моего посыла Фракции в Варфрейме Отличаются больше Чем фракции в Диссиденте В Диссиденте Я их вообще не различаю Я не знаю Есть ли у них там Ну они вроде их 3 штуки Я вообще не знаю Я не Нет такого Что я пошел А это вот эта фракция А или вот эта Я вот наиграл 150 часов И их вообще не различаю На какую фракцию я хожу Вот ноль вообще Какого-то понимания То в Варфрейме Это различие более существенное И как пример Я примел фракцию Зараженных Где сказал Что нет удальников Все бегут в упор Ну может быть они там И если играл полтора года назад Я нихрена не помню Вот Мне там кто-то чел Предъявлял А я вот 3 года назад играл И все равно помню Да мне посрать что ты помнишь Я же сказал что я не помню Ты слушаешь что тебе говорит человек Или нет Ну Зачем я как-то Тебе говорит человек Я не помню Ну такое может быть Представляете Что человек что-то забыл Вот Что там Плохой моя память Я об этом каждый ролик говорю Но Многим Вообще поебать Главное Докопаться до автора И рассказать Какой он Нешарящий неофит Правильно же Ну так вот Проблема в том что Может быть там и есть дальники Но в любом случае Я не Совершил прямо что-таки Фундаментальные ошибки Для повествования Большинство мобов Там 95-99% В любом случае Бегут вперед И в милишку Правильно же правильно Ну там есть конечно еще Как они там Древние Которые тебя Кличнями щупают Но они тоже Плюс-минус идут вперед И на тебя Да Так что Ну окей Есть там Какое-то количество дальников Конкретно К моему посылу Суть посыла была Там фракции Разнообразнее Чем здесь И я привел пример Он немножко не точный Но Сам посыл-то Остался тот же Да Даже если мы скажем Что окей Вот там есть дальники Посыл-то не поменялся Правильно То есть До чего ты доебался Ты чел Вот что тебе от меня надо И ты мне только про неофита Рассказываешь Но если что Это я ЧСВ А вот поведение Таких вот Дебил в генераторе Это не ЧСВ Ни разу Это вот Ну это же критика Крафтера Ну автор-лох Вообще не шарит за игру Но как раз таки Вот то что вы видите на экране Есть то самое ЧСВ Про которое мне постоянно рассказывают Да Когда чел вот Занимается таковками На ровном месте Как говорится Доебаться до столба Когда важно А не когда понять Что же автор пытается тебе донести Вот Причем самое забавное Ребята Вот вы не поверите На самом деле Даже если я допустил Фундаментальную ошибку И сказал что Фракция зараженных Это фракция милишников А это была бы Фракция снайперов Представляете Вот там вообще Недов милишников Все снайперы А я говорю Это милишники Даже при такой Фундаментальной Критической ошибке Ничего бы не поменялось Потому что Посыл и месседж Да Который я пытался Донести Это то что Там фракция разнообразнее Чем здесь И если там Одна фракция Отличается от других Тем что она прям Совсем дальняя-дальняя А другие Ну такие На средних дистанциях Автоматчики Это опять же Все равно бы подтверждало Мою правоту Правильно? Правильно Вот Но многим людям Ну как людям Каким-то животным Абсолютно непонятно Да В форме человека Все равно не важно Про что ролик Какой Что пытается автор Донести И вообще Они тратят силы Не на то чтобы понять автора А на то чтобы найти В чем же опыт Ну чтобы по часовой Да Чтобы рассказать Какой же он лох И так далее И здесь я опять возвращаюсь К тому что Ну абсолютно бесполезно Стараться делать хорошие ролики В плане там Какой-то монтаж Или еще что Потому что Очень большая Очень большой процент аудитории Это вот подобные вот Дебилы дегенератовичи Я не хочу видеть подобных Людей в комментариях Вот Я создал канал Чтобы общаться Со здравомыслящими людьми Кто ценит разумность Рациональность И вообще Как бы вот Хорошее Чувство Справедливости И правильности Так скажем Не знаю как это вам Сформулировать Нету этого нормального терапии Да То есть в общем С кем-то можно С кем можно было бы Разговариваться На равных В общем-то Блин Не то что на равных Не совсем На равных В том числе На имею ввиду На адекватном Так скажем Уровне Да То есть когда Я что-то сказал Да Какую-то информацию внес Там Человек что-то в комментариях сказал И мы там Что-то дискутируем Но дискутировать С подобными вот Критилоидами токсичными Невозможно Потому что Они тебе вот рассказывают Что оказывается Ты Всего лишь 800 часов На себе сделал Ребят Ну да ребят Принципиальная же Фундаментальная разница 800 часов Это В игре Это ни о чем Нет Я еще Смею Всего лишь 800 часами Рассказывать Что я Вот весь Варфрейм Прошел Ну я вообще Клоун Ребят Неофит Конченый Просто нереально Как меня можно Слушать То есть Людям Не важен Посыл И то что Автор пытается Донести Им важно Найти повод Почувствовать Собственно Прерасходство Над автором И чем Бредовее повод Ну точнее Чем тупее Человек Тем бредовее повод Да Разумные люди Не занимаются Такой херней А даже если бы Опять же Авторы Допускают Какие-то неточности И ошибки Не важно Принципиально Или не принципиально Их можно озвучить В вполне себе Комфортной Дружеской форме Типа Серега Вот ты говоришь Там у инфестов Нету милишников Точнее нету дальников Там на самом деле Они есть Вот Правда это тоже Информация нахер Никому не нужна была Потому что На посыл мой Это никак не влияет И по сути Сделал это не более чем Информационный анонизм Да Типа похвастаться Вот такой вот Я гениальный Особенный Молодец Знаю Что там есть такое Серега вот не знает Но Сереге уже поебать Есть там дальники или нет Потому что он играть Варфейм больше никогда не будет Вот А если он туда зайдет Он сам это увидит В руках Да И опять же Посыл это вообще Никак не имеет отношения Вот В общем вот такие вот Критилоиды Но это не все Есть еще один очень Интересный чел Вот И наверное он будет Последним Потому что Что-то ролик затягивается Он вообще прям Вот можно распечатывать И Просто вот В палату мира весов Вон Вешать У нас кстати вот с Инквирусом Блин это такая комедия была Я не смог скриншот сделать Потому что чат нельзя было Открыть В этом В финалах Вот позавчера Или позавчера Я не знаю Но суть в том что Отыграем мы матч С нами какой-то максимальный конч И Чел кричит Уже на последних секундах Типа Моранс Идиотс Типа Бесполезные Дебилы Команда И последняя его фраза Которую он пишет в чат Чек скор Ну типа Проверьте очки Да И в этот момент всплывает Менюшка с очками Итоговое Нашего поражения И он на последнем месте Пальчик Блин мы с ангвирусом Минут 10 Просто Усывали с этого Ржали всей маршруткой Потому что чел просто там Какие вы там Конщи дегенераты Смотрите на счет И у чела худший счет Среди нас троих Понимаете То есть я очень Я что-то замешивался Хотел заскриншотить Но не получалось так Чтобы вот И чат И счет Чтобы это вот Как бы вот сразу Говорят Типа Вот вы дебилы дегенераты Смотрите на счет Команды И он на последнем месте Вот не получилось Ингерус тоже Хотел Тоже Получилось стяжение Вот это прям Вот распечатать Я не знаю Можно в музее Просто вывезти И Не знаю Просто Искурсию вводить К этому моменту Вот Как вы думаете Это относится К нашему контингенту Вот В ТФД Но Челик На самом деле Уже не первый раз Пишет комментарии И пишет он их Максимально Бладским Образом Вот Прямо Все пересчитывать И перерассказывать Наверное Тут не будем Так Сейчас найду И будем Существующим Смотреть Вот например Возоход Стартовый Под роликом Будем править Челика А то он Запизделся Немного Вот И бла-бла-бла Причем Чел По итогу Ничего внятного Так и не смог поправить То есть ролик идет Два часа А вот что-то фундаментально Вот чтобы вот прям Вот в корне поменялось Типа Вот Серега Ты говоришь Оно так-то-так-то На самом деле Оно на самом деле Вообще не так И то что ты говоришь Оно Несправедливо Да Но Дальше мы увидим Что ничего внятного Чел так и не смог Зато гонор такой Как будто Знаете Я вот прям Все перепутал Все не так И вообще не едак И все что я говорил Полнейшие чушь Вот Но опять же Что отличается Здравого человека От дебила Здравый человек Умеет отличать Скажем так Шелуху от Как Блин Что там Отплевел Отделяют В общем Сами узнаете Вот Да То есть понимает Что является важным По сути А что является Неважным Да И Какие детали Не имеют Какого-то Конципиального Значения Понятно Дело что Детали детали Разные Есть детали Которые мелкие Но в корне Меняют какую-то вещь Да Ну извините Если вы в математике Вместо плюс Напишите минус Это ну в корне Будет другое Да Но когда мы обсуждаем Какие-то другие вещи Может быть так Что детали Не имеют Настолько строгой важности Вот И есть люди Которые умеют Это понимать И вообще Как бы Используют Свой мозг Для того Чтобы Как я уже сказал Внять Тому посылу Тому вектору Мысли Который Задает Пытается Задать Автор Да Точен он там В деталях Или не точен Автор может И не точно Сформулировать Какие-то Конкретные мысли Но если вектор Его правильный Ты можешь это понять Опять же Скорректировать Своё уме И в общем-то Как-то пополнить Своё сознание Да Чем-то Но когда Всё чем ты занимаешься Это тем Чтобы рассказывать Как автор Не прав В каких-то мелочах И деталях Ты выпускаешь главное Ты не понимаешь Что же он пытался До тебя донести Потому что слушаешь Что-то к себе любимого И свою собственно Да И наслаждаешь Только собственная Охуительная гениальность Как ты знаешь Какие-то Тонкости и нюансы Что опять же Возвращает нас к тому Что это Зачастую Не более чем Информационный анонизм Да Потому что Ценности не имеет Ровно счёту никакой И вот чел Меня уже честно заебал Потому что он не первый раз Попадается в комментариях И пытается до меня докапываться И тут уже рассказывает Что я же запиздел Так вот Смотрите Вот что же он Смог это пополнить Для информации В Warframe Есть три физурона Которые я так и называл Элементарные Вот Между собой складываются Бла-бла Это я и так сказал Вот Уточнение Ну Пересказал автора Автор же ничего Крена не понимает Вот давайте я перескажу То же самое Что и автор говорил Например Ну действительно Единственное Что здесь есть Интересного Всего в игре Пятнадцать типов урона Я сказал Двенадцать Вот Что поменялось Сука в корне Относительно Вот Моего рассказа Мой ролик не являлся Гайдом А типов урона В Warframe Понятное дело Что надо понимать Контекст Правильно Понятное дело Что если мой ролик Назывался Типы урона В Warframe Гайд Детальный Лучший гайд На свете По типам урона В Warframe И я говорю Ну ребят Там двенадцать видов урона А их там пятнадцать Да Или это был бы гайд По инфестам И я говорю В инфестам Вообще нету Ни одного милишника Нет ни одного Дальника А там дальники Сплошные Тогда конечно Претензия была бы уместна Да Но Контекста Вообще не относится Более лучше Чем в Диссиденте Потому что там есть Опять же Первичный урон Вторичный урон Физический Элементальный И вот как бы Все это вот так работает Еще и стихий Еще и фракционный урон Это все та же самая Мысль Которую Вот мы только что Рассматривали Разжевывая Но один долбоеб докопался Что у инфестов Есть дальники А я сказал Что их нет А другой докопался Что видов урона Пятнадцать А не двенадцать Как я сказал Но как это меняет Мой посыл Непонятно Более того Это лишь подтверждает Мою правоту Что в Варфейме Действительно Эта система сделана лучше Там аж Пятнадцать видов урона Да То есть Но при этом опять же Зачем подавать это С такой конченой интонацией Да То есть Ну окей Ты знаешь Что ты лучше чем автор Более того Автор уже Стописотменов раз Сказал Что играл в игру Последний раз Полтора года Да И вот что принципиально Для тебя поменялось В посыле автора Ну сказалось Что там двенадцать Ну что тебя Порвало сразу То есть порвало Значит ты дебил дегенератор Да Потому что Ну разумного человека Не будет рвать С каких-то Уточнений О боже мой Кто-то в интернете Кто-то вообще Как посмел человек Говорить какую-то Неточную информацию В контексте Где она имеет Около любое значение Да Вот Ее точность Да Это то же самое Если я сказал Ну там вот Знаете У меня в деревне Там Пятнадцать-двадцать минут А там на самом деле Сука Семнадцать Вот Или там Двадцать-одна минута Была бы Деревня И все Пиздец Как я посмел бы Такое сказать Правильно Какая неточность Ну надо было С секундомером Прежде чем Скворить такую информацию Сходить Доехать до деревни И уточнить Правильно Ну по-другому же нельзя Да Ну это же просто абсурд Спросите Если почему-то Вживую Такой хуйни Не намечается Да Когда почему-то Люди между собой общаются Вот Это не наблюдается Но в комментариях Каждый голобоеб Считает Вот своим вот Долгом найти К чему буду копаться И вылезти И начать рассказывать Как же ты не прав И все на самом деле не так Ну окей 15 видов урона Мне насрать Потому что в Warframe Играть не буду И к мысли моей Это относится Ну Это ее не опровергает Абсолютно И даже Никак не изменяет Да То есть она остается Точно такой же Какая была Спрашивается На кой сука ляд Ты вылез И рассказываешь Что я тут запиздел Да Ну ты же ничего Не поменял в моей мысли Вот принципиально Ничего не добавил Не скорректировал И еще что Да Ничего вот не произошло Диалога не построилась Потому что ты все что сделал Занимаешься Упованием На какой же я сука гениальный Тут в комментариях Сейчас все расскажу Про Warframe Я в него вчера играл Как там еще Я вот кстати В прошлом ролике Тоже потерял там Кучу на самом деле Панчлайнов Где чел говорит Где чел говорил Про ностальгию Что типа Вот люди там На Warframe ссылаются Из-за своей ностальгии Как будто знаете Warframe там Знаете Игра уже там 10 лет как Исчезла Да Он про ностальгию говорит Ностальгия это не так Работает Что бы поменялось Если бы я в Warframe Вчера заходил Да Типа такой Заходишь после Warframe И сегодня в Диссидент Да Вот раньше игры были Совсем другие Вот вчера Warframe Был хороший Сегодня Диссидент Уже не тот Как говорится Я уже совсем не тот человек Все две аватарки назад Да Вот Ну какая сука ностальгия Игра до сих пор существует Ты можешь вообще параллельно В эти игры играть А какой ностальгии ты говоришь Ну Когда мы сравниваем Два вот существующих Одновременно проекта Да Ну просто Как вот у человека Это вот вум приходит Просто такую херню ляпнуть Вот Дальше В Warframe До хера пушек Можно МК-1 собрать Да это понятно Что это можно собрать И как бы Я и сам это и сказал Что играть это можно Вообще с чем угодно Но я говорил про метовые И если вы откроете Какие-нибудь гайдосики Как правило Там далеко Не все будут упоминаться И в игре там Их 300 пушек А если посмотрите Десяток роликов Что в мете Увидите что Всплывают примерно Одни и те же Так всегда это работает Не буду застрять внимание Опять же Вот чел что-то вот Уточнил А по факту Ничего не уточнил Да И опять же Спорить на этот счет Я не буду Потому что Потому Рифмоды еще как-то Меняли ситуацию Ну вот я играл Полтора года назад Ситуация была не поменена Играл там Три года назад Ситуацию они не меняли И так далее И тому подобное Может конечно что-то Поменяли за полтора года Но если там Были какие-то изменения В рифмодах Ребят Можешь написать в комментах За полтора года Последние Когда я играл Было примерно так Что сильные пушки усилились Слабые Ну тоже усилились Но метовые пушки Как правило Определялись Не рифмодами Не то что Эта пушка метовая Потому что у нее есть Круто рифмод Оно не так работало Что я и рассказывал В ролике Чел тут пытается Что-то оспорить Абсолютно непонятно Чего Вот Только что это разжевал Дальше ребят Очень важно Вот прям вот Все внимание ваше Без кликбейтов Вот сейчас все внимание На вот эту строчку Потому что Это будет Главным патчлайном Этого ролика Просто Главным патчлайном Чел пишет Забей Они отменили Фичу смены пушек В реакторы Этого не будет в игре Им это не выгодно Чел мне это пишет Уже второй раз На канале Под каким-то Позапрошлым По роликам Он у него уже писал Когда я Под роликом Где я Про 400 данжи Рассказывал Говорил что Типа данжи Прикольный Вроде контент Он мне уже писал На что Разрабы отменили Я сейчас не буду Искать этот комментарий Вот Мне нет смысла Вас обманывать Потому что Вот вы на глазах Это видите Даже чтобы он На него не писал Какая разница Вот он это пишет Сейчас Я ему уже сказал В тот раз Что Во-первых С какой хер Ты говоришь Что они это Отменили Такого не было На самом деле Ситуация Вот какая С этими реакторами Произошла Они информацию Про эти реакторы Написали Почти в патчноутсах Но Там были Патчноутсы Что будет Следующим обновлением И дальше Они как-то Это не супер Доходчиво Сформулировали Что вот А вот То что ниже Это типа Вот для следующих Обновлений Там был конечно Заголовок Что вот Это вот потом Как-то будет Но По факту Ты читаешь Типа вот То что будет В обнове Следующий Да и как-то не придаешь Этому значению Люди на Рейце Тоже на это ссылались И Когда говорили Что типа А где эти Изменения реактора Ссылались на эту новость И уточняли Что там все было сказано Просто ну Они все вместе Как-то забодяжили И Многих это сбило с толку Меня в том числе Потому что я тоже ждал Это изменение Вместе с данжами 13 числа Реакторов Но этого не произошло Люди раскопали эту информацию И в общем Выяснили что Ошибки нет никакой И Разработчики и не говорили И не обещали На самом деле Что это будет 13 числа Там они заявляли Что это будет позже Вот Опять же Не хочу копаться Потому что Не суть важная Видишь Это типа Суть важная Но это так оно и есть А мне нечего Пруфить Реальность Да Нужно доказывать Шизофрению Какую-нибудь Да Зачем мне доказывать 22 раза 4 Пусть вот те Кто приходит Рассказывают Что 225 Утруждают собой Да Себя Доказательства В общем Это все есть Вот Но еще большее Доказательство Этому То что Уже после того Комментария После того Разговора С этим Челиксом Разработчики Сделали пост О том Что вот Реакторы Будут Ну то есть На них как бы Не произошло Там ничего такого Да Все по плану Вот И просто Следующая новость Что вот Реакторы Будут 30 числа Это уже Заношено Официально Это тоже есть Везде можно Это пруфы найти И подтвердить Мои слова Вот И несмотря на то Что подобная Информация Есть Да Чел Прибегает В комментарии И говорит Забей Они отменили Фичу смена Пушек И этого Не будет В игре Опять же За язык его Никто не тянул К теме разговора Это конечно Никак не относится Но чел Зачем-то Это вбросил Да Я говорю Откуда это берешь Потому что Дату назвали Ничего не отменяли Вот Он говорит Что должны были ввести Не должны были А мы написали Что и не будет Не писали они такого Вот Они Ир Там произошла Мискоммуникация А очень Каким-то Нечевидным образом Они эту информацию Привели Вот Но на самом деле Не было обещания Действительно Никакого По 13-ому числу Вот Потому что я сам На эти грабли наступил Вот Но я эту информацию Как вы поняли Изучал По той простой причине Что у меня тоже Возникал вопрос Блин А что Где это Я спрашивал в дискорде На рейте Потом натыкался На эти обсуждения Вот И вот Итоги всего этого Я вам только что рассказал Да Челикс Не удосужился Про Пруфчек То что он говорит И второй раз Говорит Ложную информацию Причем в корне Ложную информацию Да Он Зря Он наговаривает Разработчиков Там где не надо Наговаривать Конечно они Тейше кончим И станция Полнейшее говнище Но здесь Это откровенная ложь Да И эта ложь Прямая И гораздо Худше чем То что я Округляю 29 ранг Там без Хвостика Там 10-20 часов К 30 Что принципиально Никак не меняет ситуацию Да А здесь Это наброс Ради наброса Получается Да Но запомните Ребят Вот это вот Четенько Четенько Про Кулдауна Блин Я уже говорил Что я не помню Вообще про Кулдауна Вот Есть они там Нету Я говорю Блин Я играл давно Ни хрена нету Корейское Уже Упоминали Окей Не супер принципиально Вот Если кому-то принципиально Ну окей Если не забуду Буду назвать корейский А если забуду Не буду В 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 Блин Ну это опять же Не конкретика Точнее Блин То что она берет Статы Такие блин Ты на русском Будет читать Не стал Я как бы Не в том Что я прочитал И не понял А в том Что я не читал Поэтому я не знаю Вот что прикол Не вычитал бы я Был что на английском Что на русском Вот что прикол Самое главное И кстати да Вот чел еще говорит Что билды в диссиденте Херня Вот Но Видимо он Без сталкера убивает Без щитов Чел шарит Окей Вот Силу Так Чел Чел видимо Чел уточнил Относительно того Что я сказал Он просто сказал То же самое Что я в ролике говорю Что силу увеличивает Как дамаг Так и силу способностей Ну так В этом то и был Мой посыл ролика Че ты Ну В чем Прикол твоего комментария Че ты хочешь Кому Че ты кому Говори Вот Непонятно Да То есть он говорит Что я там За игру не шарю Но вот Пересказывает мои слова Говорит то же самое Что я Но с умным видом Какой же я молодец Сука Рассказал то что автор Тоже самый Сказал в ролике Ну автор не шарит А я вот Все Все молодец Да Окей Так кстати Про новую уже Уточняли Вот еще о комментариях Вот Автор Ну мы чувствуем Как каждый комментарий Он все уточняет Уточняет Прямо вот в корне В пух и прав Разбивает то что я говорил Вот Больше статов Сила Опять же Больше статов И дальше начинает Перечислять то что Блин уже было сказано В ролике Ну блин Ну зачем Ты сразу видно шаришь Вот Единственное что он здесь Уточняет Блин Длительность Уменьшает Устребление Мана в секунду Кстати я об этом хотел Сказать Но оно как раз К слову не пришлось Потому что на самом деле Всего то что я сказал Уже достаточно было Для контекста Вот Я не был уверен Что в варфрейме Это так работает или нет Потому что Я точно помню Что где-то я это видел Но это могло быть в варфрейме Могло быть в пое Могло быть в торче А могу быть вообще Я не знаю В какой игре Но суть в том что Ну видимо в варфрейме Все это так работает Длительность увеличивает Энергоэффективность Навыка Потому что принцип такой Например у тебя навык Действует 10 секунд Ну точнее он Ну да Пусть будет так Опять же условно 10 секунд Да даже если это Челленговый скилл Который ты просто включил И он работает Не знаю там есть В торче есть Но суть в том что 10 секунд работает Да и стоит 10 мана Ты вкладываешь мод Который увеличивает Длительность вдвое И он начинает действовать 20 секунд Но при этом Все так же стоит 10 мана Соответственно Он начинает в два раза Быть дешевле Это опять же к слову О гибкости И проработанности системы Варфрейма Я почему хотел Это упомянуть Но к слову Оно не пришлось Да и опять же Не супер принципиальная вещь была Для рассказа Да я говорю Я вполне себе Внес достаточно информации Для контекста Для того чтобы Примерами подкрепить То что я пытаюсь рассказать Да Там речь не шла О том что это детальный разбор Как работает система Варфрейм Да Я просто подкрепил Примерами Как оно там работает А тут не работает Почему я вот Недоволен тем что есть здесь Правильно? Правильно Вот Ну да Там она видите гибко Система Так что длительность Еще на энергоэффективность Энергоэффективность Есть в Диссиденте Но она именно Вот просто Энергоэффективность Как есть И у меня был Тут левый момент Когда я начинал Диссидент играть У меня было интересно Вот Есть Длительность Так скажем Да У способности Если я увеличу длительность Она станет меньше Потреблять энергии или нет Я это проверил Не стало То что Квоздями Прибитым К энергоэффективности К сожалению Вот Такие пироги Такой моментик был Но в ролике К слову не пришлось Вот И опять же На принципиальное восприятие ролика Эта информация Это дополнение Тоже не влияет Не трудно догадаться Да Ну я же не должен Всю игру пересказать Да Мой посыл Там система лучше Чем здесь Вот вам пример Да Вот все крутится Вокруг одного примера Вот Ну Окей Ты можешь что-то уточнить Но Почему это уточнять Надо обязательно С каким-то разрывом Собственной жопы И набросом говна на автора Да Почему не сказать Серега Ты правильно все сказал В Warframe Действительно Работа системам Билдов и модов Намного лучше Гибче Чем сделано в Диссиденте В Диссиденте Ну прям все топорно А вот В Warframe Еще и есть длительность Которая на самом деле Может и энергоэффективность улучшать Вот настолько Оно там лучше чем здесь Ты все правильно говоришь Почему вот так Не сформулировать свою мысль Сука ты блин Кничилогая какая Но я не понимаю Как это работает Да Ну просто не понимаю Ну что мешает Ты же не оспариваешь То что я говорю Да Ты лишь усиляешь Мою мысль Но при этом делаешь С видом Как будто ты гений Блядь Нереальнейшая А я вот лох Кандибоберович Который вообще ничего не мешает Вот Конечно да Радиус влияет на радиус обилок Дальность Ну кстати про дальность Я вообще не помню Но опять же Только что объяснил Почему это не принципиально Вот Так что Чел Вот побольше Большая часть комментариев Это пересказ того Что я сказал Единственное Внятное дополнение Это вот про длительность И что есть еще радиус Вот Но Как я уже сказал Даже если просто написать комментарий А вот в Warframe есть еще радиус Ну это По большей части Информационный анонизм Да Если вот ты просто пишешь Вот ради того Чтобы похвастаться Что вот Серега не знает А я вот знаю Еще вот так вот Да Можно вот именно выразить То что Серега ты прав Там Ну то что я сказал Потому что там еще и вот это есть И вот это И вообще билдовка там Лучше Она конечно в общем Стремная Но лучше что здесь Это Это вообще К сути не меняет Человек говорит Что я мало В Warframe играл Там все работает И даже больше Вот Вот ребят Что он принципиально Добавил Аугмент моды Сильнее Меняют Абилки И расширяют Билдовку Но я наверное не знал Что там Аугменты работают Насколько сильнее Не знаю Потому что Трудно мне сравнивать В ТФД Абилки прям могут Наваливать Прям совершенно Каких-то новых приколдцев На билки И Ну фактически Аугменты в ТФД Это Могут быть Билд образующими То есть ты весь билд строишь Ну насколько он здесь вообще Может строиться Вокруг абилок Которые Именно красные Которые ты вдыхаешь А не просто Ты что-то билдил И воткнул Что-то Вот Нет Как правило Ты вокруг этих Аугментов строишь Ну и в Warframe В принципе тоже Поэтому Мне трудно оценивать Насколько оно Лучше там Чем здесь Вот Но опять же Вот Ну почему вот Если ты считаешь Что абменты Там работают лучше И я же Эту мысль и говорю Что там билдовка Лучше чем здесь Ну почему вот Ты не говоришь Что Серега Ты все правильно говоришь Там билдовка Лучше чем здесь Там еще и Аугменты лучше работают Чем здесь Гораздо более ярко выражены Но вместо этого Дебилл Йобович Пишет Что я мало В Warframe играл Да То есть Не вместо того Чтобы сказать Серега Ты правильно говоришь А поддержать меня Да Он говно накидывает И дальше подтверждает То же Как бы Мысль Которую я говорил Ну круто Ну я дурак Дурак Да Дураком А он гений Гениальный Просто кошмар Семь часов Три года Новичков Все знаю Ну отлично Молодец Почему-то Кстати вот У Инквируса Там сколько То ли 3 То ли 4 часов Мы играли с ним Он не считал Что я вот Пукс Ринг И ничего не понимаю По игре Молод зато Вот Такие челексы Знаю Опять же Чел-то может По игре Ты знает Что хорошо Но по жизни Он дебил Так что Почему я Так много Времени Уделяю Потому что У меня Откровенно Уже Заебал Своими Заходами Ну окей Знаешь ты Что ты Лучше Замечательно Почему В нормальной Форме Нельзя Вырастить Опять же Там где Это вообще В принципе Уместно И что-то Действительно Может добавить К разговору А не просто Я похвастался Своим знанием Чтобы посмотреть Какую я Заебато Молодец Игру знаю 7000 часов Ну понятно Но дальше Ребят Как я говорил Главный Панчлайн Мякотка Всего ролика Вот чел Рассказывал Что я Запизделся Рассказываю Неправильную Информацию Плохо знаю Варфрейм То мимо Половина Мимо Половина Мимо То полуправда То вообще Мимо Вот все Мимо Все не так И все не так И чел Говорит Пожалуйста Если что-то Рассказываешь Про Варфрейм То убедись В правильности Подаваемой информации И не позорься Плиз Ну да Мелкие неточности Не имеющие Никакой фундаментальной Принципиальности Это полнейший позор Вообще Вот Ребят Обосрался Сподлими Полностью Вот Проблема в том Что ролик Задизлайкен В усмерть И один написал А другие дебилы Так же подумали Что и печально Да И об этом я уже сказал Почему Это одна из причин Почему я вообще не хочу Стараться над роликами Последние сколько-то лет Перестал этим заниматься Когда-то старался Потому что я понял Что К сожалению Вот Примерно такая аудитория Будет приезжать Да И Будучи популярным Придется общаться Вот с такими Кончалыгами Чего мне абсолютно Не хочется делать Абсолютно не ради этого Я записывал ролик Поэтому плохое качество Это скорее Такой битщилд Чтобы вот Отсеивать Совсем мусор Понятное дело Что и хороших людей Это отсеет Но Ну я надеюсь Что это хоть как Какой-то фильтр Может работать Да Но если прям делать Массовыми роликами То вот такие комментарии Вот подобные Вот Бредлота Будет Десятикратно А то есть Суть не кратно Выше Да И за каждую мелочь Которая не относится Вообще не имеет Никого значения Будет ебать мозг Как будто ты Фундаментально проебался Как будто ты Назвал не знаю 22 равно 6 И с серьезным видом Час доказывал Ладно Хотя речь вообще о другом Ну как я уже сказал Умный человек От глупого Отличает Способность Видеть корень Как бы суть А глупый Он На все Триггерится Да На любую На любую мелочь По гремушке Вот так затрещал И он такой Все Повелся На громкий звук Вот Но мякотка Знаете в чем Да Вы наверное Уже могли понять В чем мякотка Чел говорит Что я опозорился И в тех вещах Как я уже Практически полчаса доказываю Которые Не супер принципиальны Тем более что мы И не варфрейм Обсуждаем Да И тема Это вообще Не разбор варфрейма И не анализ варфрейма И более того Да Но как я ребят посмел Не точно рассказывать Об игре Которую я играл Полтора года назад Ну конечно же Я должен был пойти В нее еще посидеть Сто часов Прежде чем Вот сейчас рассказываю Но пока я бы Сто часов в варфрейме Просидел Я бы забыл Что в диссиденте И про диссидент Бо не точно Стал рассказывать Представляете Ну блин Как так Но Мягко Не варфрейм Я опозорился А вот чел Говорит Вот говорит Ну смотри Пожалуйста Прежде чем Вот если ты Что-то рассказываешь Про То убедись В правильности Правильности Подаваемой Информации Пожалуйста Убедись У нас чел Непогрешимый Правильно Я то опозорился А чел Чел молодец Откручиваем Немножко назад Вот буквально Вот буквально Этот же ролик И этот же И этот же чел Да Забей Они отменили Фичу смену пушки В реакторе Этого не будет В игре Им это не выгодно Чел Пожалуйста Прежде чем Ты что-то пишешь Вообще Убедись В правильности Того что ты пишешь Потому что Вот как раз таки Я допустил Мелкие неточности Которые Принципиальной разницы Не имеют А вот ты Абсолютно В корне Напиздел Да Потому что Ничто разработчики Не отменяли Изменения с реакторами Намечены на 30 число Вот А вот ты Распространяешь Дезинформацию Если кто-то Прочитал бы Твой комментарий Он мог бы Посчитать Что так оно И принять это За правду Да И это было бы В корне Плохо Да Потому что Чел бы потом Это тоже Стало бы Дезинформацию Распространять А вот От того что я сказал Что в Warframe 12 видов урона А не 15 Это ничего не поменяло Да Ну кто будет Эту информацию Распространять Где вообще Типа Слышали Серега сказал Что там 12 И все такие Блин Боже мой Как это можно было Так сказать Да нет Да То есть Ну это же вообще Несу важно Не то На это Здравый человек Вообще внимания не обратил На цифру Которую я назвал Да Потому что Суть так другая была Опять Если кто-то пойдет Играть в Warframe Тот сам увидит Сколько там И разберется Да Потому что Не ролик Не гайк И так далее Да Это не принципиальная информация Которая Несет какой-то ущерб Да Она ничего не несет Себе Это неточность А вот Рассказывать То чего нету Да И гнать на разработчик И опять же Я вот здесь Опять же Еще раз Можете обратить внимание Я веду себя Максимально Здравомыслящий Разум Вот вы можете Мне сколько угодно Прикажите Я хейтер игры Записываю ролики Только чтобы закидывать Ее говном И так далее И вот все это Мне не нравится И вот везде Это я Да Только ищу Полот Чтобы игру обосрать Но вот здесь Я опять же Могу подмазаться К этому И накидать Поггерсов Разработчикам Заворотник С этими реакторами Да И сказать Действительно Ну в том плане Что проигнорироваться Информация о том Что это ложная информация Действительно Нас концентрирует Ваше внимание На том Что разработчики Кончат И так далее Я хоть это и упомянул Но такс в пользу Да Но я наоборот Их вот в этом отношении Точнее я не их защищаю А говорю Что вот этот наброс Это неправильный наброс Да То есть нужно быть Честным и справедливым То есть если есть за что ругать Надо ругать Если есть за что хвалить Надо хвалить Да А вот просто набрасывать Исключительно Потому что ты ебанько Это вот конечно Неправильно Так делать не нужно И вот тут нужно Проверять информацию Которую ты распространяешь Да Вот здесь как никогда Как нигде больше И лучше Вот Ну заметили да В чужом глазу Саринку Замечаю Своем бревна Не вижу На классика Ребят Классика Просто вот Это тоже Я как уже сказал Это можно вот распечатывать И на стеночку Вешать в рамочку Как челик Тебе рассказывает Что ты Опозорился Как ты Недостоверную информацию Распространяешь Все это мимо у тебя И все вот как-то Не то и не так Да При том что Ну какие-то мелкие Уточнения по факту Чел не смог Ничего внятного Привести Такого Чтобы Мысль моя Поменялась Или посыл бы Как-то изменился Но при этом Сам Делает вброс Ничем не обоснованный Потому что он Ебанькой И вот он Посчитал Что должны были Раза бы 13 числа Ввести И окей Этого не ввели Но если я Допустим Пошел проверять информацию Точнее я пошел Интересоваться Почему не ввели И узнал Почему не ввели Оказывается И не обещали В общем-то Я неправильно понял Челик с ним Дошлужился Пойти И поинтересоваться Что произошло Да Просто решил Ну не ввели Значит отменили Разработчики Гондона Вот так Да И рассказывает мне Причем я говорю Я уже ему писал Под роликом Про родного 13 числа Что он пишет Ерунду И что на самом деле Ничего не отменяли Блин Может сейчас попробую найти Не знаю Может быть и найду Вот ребят Нашел Без проблем Если вы мне вдруг Не поверили Вот это было 12 дней назад Чел пишет В реакторе Нельзя сменить пушку Разрабы Не хотят страдать На что я говорю Уже был анонс Скоро будет такая возможность Я это написал После обновления В котором оно должно было быть Еще раз Смены пушки не будет Я ему отвечаю Не должно быть Обновления Разрабы писали о нем До конца первого сезона Чел пишет Ну так вот Не будет То есть Ну блять Ну тебе же С прямым текстом Я тебе говорю Что вот как оно есть Чел не слышит И не хочет слышать Да И вот как видите Спустя 12 дней Он продолжает Эту Дезинформацию Распространяет Якобы разработчики Все отменили И вот такие вот Они сволочи Хотя ничего Этого не произошло И как я уже сказал С тех пор Прям полноценный Анонс появился Когда это будет Вот Но Сорян Да Действительно Вот эту информацию Проверять не нужно Можно Ну как бы Челикс сам себе Разрешает Нести любую ахинею Ничего там проверять Не надо И он естественно Даже не опозорился Вот Ну Серега Ну как ты смеешь О чем-то говорить С неточностью Какаши люди Смеют вообще Какие-то неточности Допускать Да Вот ты такой вот Представляешь Вот по улице Вы идете Да С друганом Что-то обсуждаете Типа Я вот полтора года назад В игру играл Там блин Вообще крутая игра Там блин Можно там Такие моды ставить Такие Там много видов урона Там есть первичные Вторичные А он такой Ну ты долбоеб Ты мне в Википедию Не зачитал Ну ты вообще кончен Ну ты что не можешь У меня вот Википедию Сейчас открыть И проверить Сколько там видов урона Ну ты что Зачем мне это рассказывать Ну ты же кретин вообще Да Ну почему-то в жизни Такого не бывает Да Потому что ну Ну это полный абсурд и бред Вот Но в комментариях Люди обожают часы вешать Да И абсолютно Максимально выдуман Вот Месяц Да Там не важно Посыл автора Там важно найти До чего доколебаться Чтобы вот именно Почасовешить И рассказать Какой автор лох Это рассказывает Для того чтобы Что-то выяснить Да И самое главное Подведем черту Например Подвспомним Вот про вот это Чудо Да Вот Разница Вот Как хотите Называйте Вот разница между мной И вот этими вот Ребятосами Да Я пытаюсь какую-то мысль Донести Да И эти мысли Пытаюсь Подкрикать Какими-то примерами Аналогами Сравнениями Ну в общем-то Чтобы она не звучала Пусто Правильно И не была просто Потому что я так сказал Да Я обычно вот Оно там Плохо потому что И дальше объясняю Оно должно было Могло бы работать Вот так И там типа Это несложно сделать Или еще что В той игре Вот оно сделано так И там это намного лучше И гораздо приятнее И так далее Ну вообще как И работает Адекватно Адекватность Да Вот Еще что-то Блин хотел Ну ладно Потерял мысль Сейчас попробуешь вспомнить Ну короче Не вспоминается Уже Много времени прошло Ну в общем вы поняли Да Я стараюсь что-то донести Чтобы зритель Который Слушает И настроен на то Чтобы услышать Да Мог увидеть вещи Моими глазами Даже если до этого Он видел их как-то по-другому Да Чтобы мои слова были Почему-то подкреплены Вот Но вот эти люди Которые приходят В комментарии И начинают что-то рассказывать И перепать мозги Они никакой мысли не несут У них нет никакого месседжа Да И вот это Все Их аргументы И так далее Они направлены не на то Чтобы высказать что-то ценное Да Вот Как-то Ну в общем построить диалог Да Здесь нет никакого построения диалога Здесь нет никакой информации Нет никакого Вот Обмена опытом Эмоциями Или впечатлениями Да Все На что построено Вот Здесь Вот Все сообщения Да На то чтобы доказать Что автор лох Кому доказать непонятно Видимо самому себе Да Чтобы почувствовать себя Мега гениальным Крутым Не ебаться игроком Варфрейм Вот Это все чем они занимаются Это принципиально Фундаментальная разница Да Между нами Я стараюсь Вот Обращаясь К здравой части аудитории Да Вам как-то Донести Даже вот этих кретилоидов Я вам показываю Чтобы вы такими не были Да Чтобы вы анализировали Вот то что они говорят Что я говорю Как это Почему их аргументы не работают Какие аргументы работают Что надо смотреть в корень И так далее Да Потому что глядя на Дзбилов Можно понять Ну Как Точно Не стоит себя вести Если вы хотите быть Не дебил Правильно Правильно Вот Опять же Потому что я пропагандирую Здравый смысл Рассудительность Вот Ну Как видите Оно не популярно Потому что В конечном счете Людям не надо Все это дело Да Я говорю За мелкую шероховатость Тебе Повесить на тебя клеймо Абсолютного неофита И даже слушать не будут Да Поэтому Никогда не быть Кумиром Подобной аудитории Если это не Гига Задрокевич Который знает все на свете Проблема в том что Ты можешь быть Гига Задрокевичем По игре И По игре тебя можно послушать Но вот по жизни Ты можешь оставаться Абсолютным дебилом Вот Что гораздо хуже Как тут чел Говорил что он там Аккаунты развиваете Помните 26 ранг Я говорю Там столько моментов Протерял в прошлом роли Вот Да Аккаунт Да Это самое ценное в жизни Ребята Развивать аккаунты Чтобы вот Инвентарь не раз в 30 секунд А раз в 40 секунд Чистить приходилось Это же принципиальная разница А вот если бы Вместо того чтобы аккаунт развивать В Диссиденте интеллект Развивал Авось был бы не таким клоуном Да И такой пур губы не нес Вот Потому что умение Вот Здраво мыслить Оно универсально достаточно И Дело не в том Что мы только про игры говорим Да Главное принцип И здесь нету какого-то Гайда Как начать мыслить универсально Конечно вы можете По мышлению кучу всего найти Там Про когнитивные искажения Про еще что-то Про психологию Про рефлексивию Много чего Вот Как вот Научиться мыслить здраво Это большая проблема Да Вот нельзя прочитать там Краткий гайд И вот тебе говорят Вот такая ситуация И ты по этой ситуации Должен мыслить так-то так Да Это вот именно умение Которое нужно тренировать Да Вот именно Ну блин Ну все на этом Да Умение Которое нужно тренировать И оно тренируется Во всем В повседневе В быту По Кем-то Не культурным А В общем По контенту В плане Ты смотришь какие-то фильмы Можешь оценить Здраво там персонаж Себя ведет Или не здраво Да Ты играешь в какую-то игру И ты можешь оценить Здраво там Какие-то вещи Обставлены Или не здраво Да Ты смотришь Какие-нибудь ролики На ютубе И опять же Можешь понять Здраво там Что-то Или не здраво Но если мозгов хватает Только придираться К нюансам То К сожалению Здесь только Начинать за здравие Можно Но заканчиваться Всегда это будет За упокой Ладно На этой ноте Давайте заканчивать Вот Надеюсь Еще увидимся Субтитры создавал DimaTorzok